Второй же выпуск. Второй выпуск аналитического самого объективного шоу. Вообще не объективного, субъективного. Субъективное. Самое субъективное шоу на планете. Вообще вы не слушаете ничего. Вы не применяете это к жизни. Нельзя. Это один-два. И третье. Наше мнение это наше мнение. Наши мнения. Ну чтобы не было дельфинов. Дельфинов, да. Сегодня без ништяков уже. Мы ништяки показали в первом выпуске все. У тебя нет ништяков? Ништяков, я не знаю. Можно ходить вот так вот. Ну у тебя есть? Давай твои ништяки. Давай, вот я сейчас ништяк. О, это вообще ништяк. Мы, короче, сейчас готовим на самом деле видосик, наверное, про Hi-Fi на E39. Смотрите. Так он нахрен никому срался, конечно. Это, короче, сабвуфер. Это Hi-Fi? Это сабвуфер. Андроид поставить проще. Да, давай. Но мы как бы... Там видно все, что-то. Не, чтобы меня было видно. Это, короче, сабвуфер на E39 Touring. E39 Touring, да. Под Hi-Fi. Оригинальный. Блин, он забавно выглядит. Он, короче, на петле. Ты, короче, чтобы тебе снять окун, ты откручиваешь барашек. Открути барашек. Откручиваешь барашек. Открути, покажи барашек. Открути барашек. Открути барашек. О, барашек. Барашек. Макс, открути барашек. Потом на петле открываешь вот так. Давай, сымитируй петлю. Как штворку. Штворку. Блин, подожди. Я их поцарапаю с толку. Блин, Санек, прости, прости бы за что. Вот так открываешь, снимаешь акун, закрываешь. Берешь барашку снова. Да, и крутишь. Всуливаешь. Черка. И вкручиваешь. Короче, все, барашек рабочий. Рабочий барашек, это самое главное. Главное, чтобы был у вас рабочий барашек. Вот если у вас барашек не рабочий. Это беда. Да, это все. Короче, готовим сейчас на самом деле Hi-Fi в туринге. Да, в туринге будет. Я думаю, будет круто. Оригинально. Полностью по оригиналу. Жгуты, проводки, разъемы. На самом деле найти это все тяжко, да? Воедино. Разъемы с усилками. Короче, пришлось отдельно покупать усилок другой с разъемами. Пришлось отдельно покупать всю проводку дверную, чтобы было красиво. Короче, мы хотим сделать видос по установке Hi-Fi в E39. Не ДСП, просто Hi-Fi, потому что ДСП стоит дорого. Мы видео расскажем, какие шаги нужно делать, чтобы поставить ДСП или Hi-Fi. Очень интересно будет. Но если кто шарит. Если кто не шарит, тому неинтересно. Пихаешь Android и не паришься, ездишь, кайфуешься. Ну да, машина-барабан, в ней не Hi-Fi, а не ничего. Да, машина по мультимедиа-барабан, но при этом много всяких других... Ну, мы видео все скажем. Ну да. Давай другое. Да, давай. Сегодня второй выпуск. Второй выпуск, немножечко новостей, а потом разгоним про этот рынок бушных машин. Опять БМД. Ну а что? Ну ладно, БМД. Слушай, про Парши разгонять сложно. Есть 20 миллионов, нет, не разгоняем. Все, там все очень просто. Заходишь, боксер 4,5 сейчас стоит. Самый первый. Он 700 стоил. Он 300 стоил тогда, помнишь, в 20-м году предлагали. Черный. Короче, ты видел новый концепт от БМВ, концепт Neo-класса? Это новый они выпустили, опять название Neo-класса. Я тебе сейчас покажу. Посмотри. А можно еще вопрос? А ты помнишь, в 2000... Наверное, это был 13-14 год, они сделали концепт, где на машине была натянута ткань какая-то. Там супер-пупер, где все открывалось. А ты знаешь, с чего он управляется? Да, ткань там. С айпода. Как тебе внешка? Ну, очень похоже на... Как она называется-то? Фискер Каму? Нет, это получается E9, но это еще не E9, а 2000 как-то CS она. Она похожа очень на нее. Это задняя филейная часть, как у новой пятерки. Ты же такая обрубленная, как у Камри, мне не очень нравится. Ну, а ты заметил от мордочка, что опять акули видны? Опять акули видны. Ну, все, как говорят, все... Все новое, хорошо забыто. Да, хорошо забыто и старое. Не, просто... Не, вот это мне нравится, что панорам. Просто постоянно все кричат, что вот, BMW делает не трушно, не в стиле. Не, они просто делают все на очень, на десятилетиях. Возьмем, опять же, E60. Когда я вижу ухоженную, красивую, особенно в рестайле E60 в городе, я вам честно скажу, я сворачиваю шею. Вот все ругают, вот, убрали ангельские глазки, все стало плохо. Да ее тихо, мать. Короче, выкидывай свой айпан. Просто все говорят, что плохо стало, глазки убрали, все дела. Да, но вот мы видим новый дизайн, что теперь полоски. И шеф-дизайнер говорил, что мы в диодную эру не могли эти глазки никак сделать прикольными. То есть, изначально глазка это что? Это рассеиватель и обычная лампочка галогеновая. Ну, то есть, там именно суть была в том, что... Лампа накаливания. Теплый свет, мягко распространяется по ней, получается иллюзия. А все же потом пихали туда диодами, вот это белое говно. Да, да, да. И как сказал шеф-дизайнер БМВ, кто сейчас там, Дрюк Мук какой-то, что мы не могли эти глазки в диодную... Он не Дрюк Мук, он Ганс по-любому. Нет, он какой-то Дюкен Дрюкевич. И вот они типа, что мы не можем эти глазки никуда запихнуть, поэтому мы сделали полоски. Опять все старины, что полоски плохо, но вот пройдет сейчас два года, и такие, какие красивые машины. Ладно, а когда вот эти ноздри вот эти вот появились, вот такая ноздря... Ты живой М4 видел? Да, офигенно. Ну не М4, это четверку. Не, именно прямо М4, да и пофиг. Я М4 живу не видел, я М4 видел. М4 просто, у нее вот эти ноздри, они так круто вписаны. И вот опять же, на фотках это смотрят, вот как салон Е60. Вот когда не было Е60, на самом деле... Да, вообще, вообще, на фотках вообще прям шляпа. Садишься. Ну что такое, просто. Очень круто. На самом деле это кажется, вот этот монитор, где климат, кажется на фотках, что оно вот такое просто, башку можно засунуть. На самом деле там все такое утонченное тут это, все красиво, очень красиво сделано. То же самое могу про боксера сказать. Самый первый, самый боксер. Тоже на фотках смотришь, как все овальное какое-то, некрасивое. В живую подходишь, тоненькие ручечки, тоненькие ручечки. Не на фотках, а в Porsche Unleashed. В Porsche Unleashed там просто порезаться можно, объем в салон. Хоть оно овальное. Короче, тебе нравится у него классно концепт? В целом, да, в целом, да. Ну круто они делают. Круто, круто. Какие новости, вот реально сейчас актуальные автомобильные для тебя? Для меня? Да. Что, поржать? Или вообще актуально? Что, поржать, понятно. Новый СИД. Не, не, не. Нет, ты даже не знаешь, какие сейчас вот, если автофлюс посмотреть, какие-то новости. Ну давай, я не смотрю, расскажи. Там просто. Петли на Chevrolet Niva. Ну типа, нет, это Niva Travel. Петли делали в Чехии, оказывается. До 2000, там, 22-го. Делали в Чехии петли. Вы не могли делать петли. Петли. Ну на чем дверь висит, приварена, что приварена к кузову. И это делали в Чехии. И эти потом такие, ну типа, все их, типа, идите нахрен. Они стали сами делать петли. Что мешало просто делать раньше? Петли. Вы не могли, вы не могли штамповать. Блин, петли у Денис в гараже сделал ограничитель на 14-й. Не говорю уже про петли, про всю эту хрень. Блин, петли я бы изобрел тут просто. Чай долил, петли изобрел. Че, бред. Это так, блин, ржешь просто из этих новостей. И еще мы вот сделали Аурус изначально, офигеть, типа, дорогой, типа, там, для первых лиц, там, все дела. А сейчас Аурус, типа, столкнулся с такой проблемой, что он не может делать простые бюджетные машины. Аурус, да он, как бы, 2 плюс 2, 6. Теперь давай вернемся к нашему первому выпуску. К нашим петухам. Вернемся к нашим петухам. 39, V8, C7, V8. Вот смотри, анализ рынка. Не, подожди. Преданализ рынка. Преданализ. Вот я смотрю новости тоже, там какие-то есть, там, бывают. Ну, не главное, не новости, вот в целом. В целом. Куда-то ты смотришь в целом. Куда-то я в целом смотрю. И там постоянно, типа, вот, моторы все меньше, гибриды больше, и электротяп. У нас поставили, вон, зарядку электржевого кулдома. Да, я видел. Ладно, кому ее поставили? Я не знаю. Двум машинам. А до Тесла ездит и какой-нибудь там электротакси. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот, я как бы к тому, что все сейчас электро, электро, электро. И вот, опять же, мы смотрим, все 39 на 4,4 проданы. Да, электро. Все электро. То есть, все такие, блин, надо экономить. Надо, чтобы было электро. Бензин 50-60 рублей, покупаем V8. Что случилось? Что, все стали Petrohead? Нет. Все же дорожает, и надо, типа, покупать все подряд, пофиг, что. Купите мои колеса. Купите. Да, да, диски у него не покупают. Купите, пожалуйста, у меня диски. Ни хрена ничего не покупают. Купите диски. Ну, они классные. У меня есть две версии. Первая версия. Так как сейчас самая дешевая машина, это, наверное, сколько? Миллион-полтора, ну, это непонятно какая. Новая? Более-менее, да. Более-менее нормальная машина, ну, как нормальная в кавычках китайская, 3. Ну, да. Там 2, 3, 4, 5, 6. А тут как бы 39 за 600, ну, как бы, ну, можно покататься. Ну, плюс-минус она-то ездит, ну, ездит. Ну, 20 литров, ладно, мы там фиксим. Налог на учет, да мы не будем ставить депо. Вот, это первая версия. А вторая версия берут из-за моторов. Дербанят, моторы, туда-сюда. Ну, опять же, непонятно какая машина, какое состояние. Ну, в принципе, да, им сейчас 2 часа очень дорого стоит. А третья версия такая, то, что, ну, реально берут люди, кому нравится, там, 39 или V8, ну, неважно, или все вместе, 39 или V8. И просто, как бы, доводят машин до ума. В чем-то, в чем тоже, я очень сомневаюсь. Ну, скорее всего, это больше просто им нравится, и просто как наездники будут ее об асфальт стирать. Просто они... Это относительно дешевые. Ну, возьмем, допустим, 2019-2018 год, где актуальная машина там стоила, ну, уже так 2-3 такой, немец, все, новенький, там, тыры-мыры. А это стоило, как бы, 3-4 тысячи. Ну, да. Как бы, там за 400 это было уже, прям, ну, не знаю, там, там, не знаю, какой-нибудь... Ну, а двух штаб-то 4-4 стоило. Ганс только вот с нее вышел, и сразу русский сел. Прям тока, прям даже муха, там, даже... Дух остался еще немецкий. Дух, муха, там, все остались немецкие. Я взял, если бы мне такой налог, что хочется научиться... Нет, если бы они были, и были бы деньги. А, ну... Денег нет. Деньги. Деньги, правильно говорит деньги. Деньги, простите. Просто их, если вот начать реально смотреть, за 400 машины продаются лучше, чем за полтора. Там за полтора просто. А Android. Деньги стоит. Диодные какие-то подсветки, диодные ленты, какие-то МТХ-обвесы. Отстаньте от машины. Завелась? Спасибо. Все, ничего и да-да. Причем все опять ноют. Все дорого, все плохо. Я вот посмотрел запчасти. Там натяжитель цепи, вот, который всех ломает, всех зарабатывает. А F62B44. Сколько он стоит, как ты думаешь? Да я нигде не говорил. Оригинал BMW 12 тысяч, китайский 4 тысяч. Который ходит 300 тысяч. В лучшем случае. В лучшем 300, в худшем 25 лет. И один хик, всем все дорого, но прийди в магазин, как бы, трех за продукты отдай. То есть, ну, непонятно вот это сейчас стало, корреляция. Не, сейчас, честно говоря, время непонятно, потому что сейчас вообще ничего не понятно. Сейчас, ну, как, в России, вот, я, у меня 27, я живу, каждый курт непонятно. Да, да. Ты можешь купить куртку за 10, ты можешь пойти на продукты отдать 10, ты можешь за 10 машину пойти купить. Это вот все вот возможно, абсолютно. Рубрика «Анализ рынка» от Максима Куртникова. Только что за анализ? Что будем анализировать? Хрен его знает. Хотелось бы мне проанализировать сначала Е3-4. Давай. Старая доисторическая пятерка, выпускалась с 87 по 96 год. Туринги захватил, прям все года туда впихнул. Все года я все впихнул. Мне хотелось что-то поизучать. В том году я хотел купить Е3-4 Туринг. Это нашел в Москве за 350. 2 литра М50, автомат. Машина была плюс-минус, но я не купил. Я купил Е39 Туринг в эти же деньги. Я просто не пойму это ценообразование вообще. Сейчас вот, допустим, на Авито есть машины от 120 до, наверное, миллиона. Есть от миллиона, полтора, и пошло там два. Есть три с половиной, есть два с половиной, есть два и шесть. Я вот, честно говоря, вообще не понимаю вообще, что за вилка. Что за вилка и кого нахалывать? Раньше проще было. Раньше ты как бы 300, это 34 там. Но я даже, ладно, не в целом процент уже. А сейчас вообще не. Я имею в виду, не было такой фигни, что машина стоила 10 и 500. Раньше примерно цены были 100 не очень, 200. И сейчас ты можешь купить за 200 тысяч даже просто вообще хлам. Можешь за 300 купить хлам. Можешь даже за 400 купить почти хлам. Да. А за 600 ты, я не знаю, что купишь вообще. Вообще, мне сложно представить, потому что ценники вообще с потолка половину. При этом можно за 250 купить хорошую машину. Да, при этом можно даже за 120 купить хорошую машину. Вот прям вот, ну, она будет такая. Понятно, за 120, кто хорошая. Но она будет хотя бы ехать. Допустим, не вот так вот ее не выдернули, не скрутили в узи. Ну, как и недавно тоже объявуете, вот рассказывал. 120 тысяч, 34, все дела. Сейчас 3,4 автомат я скинул. Вообще офигенный. За какие-то там 220 или 230. Короче, можно купить. Вообще все можно купить. Просто кому надо, тот купит. А кому надо, охрену. Вот в этом ты, я почему и задался вопросом. Кто покупает все эти 39 на 4,4? Я таких людей не знаю. А иксы, а иксы, иксы 53 на 4,4? Это вообще таких не знаю. Это, ну, во-первых, 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 зачем? Очень спорная машина, конечно. Никуда не едет, черево. Нет, очень круто. Звучит, да. Звучит, мне кажется, ради звука покупают. Ради звука. Как же так и Е39. Все покупает ради звука. Это вот как я в новостях недавно у чуваков смотрел. Типа новости, Феррари, все дела. У Феррари есть, ну, вот на форуме целый топик про звук. Нам пофиг на секунды. Блин, вот звук, вот это да. Но это правильно же подход? Да. Ладно, вернемся к анализу. Е34, Е34 Туль. Да, да, да. Очень вообще никаких советов. Просто вообще нереально что-то купить. Ну, блин, глобально. Одна-две машины вылазят за адекватные деньги и так далее. Там, не знаю, где-то промежуток мониторения год. Да, да, да. За год, две-три, ну, даже пускай четыре, прям нормальные, хорошие машины соотношаются на качество. Я не говорю, что за миллион, а на плохое, не за миллион, будет офигенность 100%. Как бы за полтора. Тут вопрос уже надо смотреть. Надо смотреть, да. Просто соотношаются на качество, вот. Потом возьмем Е32. Для меня было вообще открытие, что за 100, за 200, даже за 300 ты особо ничего не купишь. Раньше, блин, просто 80. Раньше за 100, 32 была, она новая. Вот, вчера Ганс опять вышел, только муха одна упала и одна сдохла еще там. То есть, все было ништяк с ней. Не гнилые, целые все классные качества. В общем, мы смотрели за 45. Ну, я на ней проехал. Да, она ехала, все, все нормально. Ну, конечно, усосанная. Ну, 45. Тогда казалось, ну, за 30 можно было взять. Просто непонятно зачем. Просто так. Сейчас она стоит 250. Сейчас, да, она стоит 250 в любом случае. 32 вообще. И сейчас, ну, не сейчас, в том году была за 1.6 вообще вся отреставрированная, только М30, Б30. Ну, как обычно. Ничего не очень, ничего особенного. По 32 вообще жопа полная. Вот, честно говоря, вообще жопа. Ничего не понятно. Блин, ценники бешеные, а вообще машин нет. Да как и 38-й, раньше тоже. И, кстати, нету 740-х 32-х на ходу. 730-й на V8 есть там, то плюс-минус. В V12 тоже, блин, это проскакивает. Что касаемо на М60, B40, вообще машин нет. Вот просто нету. Вы раздербанили все на... Умельникова видос, помнишь, там 740-я, там, комплектация, климат, там, айфунчик, все-все-все, прям, ну, вся хорошая. Обратите внимание, здесь двухзонный климат-контроль. 32-я едет гораздо современнее, чем 126-й. Сейчас такая, я думаю, полтора. Вот просто такой полтора ставишь и ждешь. И купят. Ну, не факт, конечно, все может быть. Петралхедов видишь. 32-я, она не особо типа петралхедская. Она офигеть какая комфортная, вся такая, как это, как пушинка. Нет, главный прикол 32-я в том, что это семерка, все круто, все комфортно. Но опять же, на семерке обкатываются все новые вообще. И дизайн новый, и всякие решения. Поэтому семерки стареют раньше всех. Да, и семерки всегда дешевле всех раньше было так, по крайней мере. Да и сейчас тоже. Нет, 32-я, она стоит дороже 34-й. Ну, это 34-й просто очень много. А вот здесь взять Е60-Е65, да, это Е60 стоит офигеть, как дорого. А Е65 вообще в три раза дешевле. Что раньше, что сейчас. Хотя круче. Хотя раньше они были там более-менее ровные. 300-400, там, 500-600. Мне вообще раньше Е60 нифига не стоило. Ну, это прям вообще раньше-раньше. Это взять, наверное, 16-17 год. Вот она почему-то, да. Они-то провалились. Ф-30-я стоила 800. Ф-30. Ф-30. Е60 стоила там... А и в 10 миллион стоило. Там 500-400. В 10 миллион стоило машине 500-100. И в 10 миллион, да. На N20-B20-ка нафиг нужна? Да пофигу, ну. Я к тебе, что... Вот это Е65 стоили, там, на ходу 300. Да. Убитое, но на ходу 200. Там вообще просто дрова 150-100. Так и были. Сейчас ССИ нету. Сейчас такого нету вообще. Вот. Я к тому, что вот это было 300, у Е60 было, допустим, 450-600. Тире-600 более-менее. Ну, не более-менее. Ну, не более-менее. За 700 там нормально. Да, за 700 новая машина. За 700 новая машина прям. Потом Е60 сейчас стоит полтора. Есть два, есть там хрен пойми сколько. И ты не найдешь новую опять же. Е65 стоит там 600, допустим. 500-600 более-менее машина. Хорошая миллион. В три раза. Просто. Чё? Как? Как это вообще? Вот как сообразить и срастить вообще? Да, и причем вот тоже кто-то вот. Нет машин, все плохо, все плохо, все долго. Они есть, но прям найти надо прям постараться. Реально, ты можешь один день смотреть, блин, 700-600 миллионов. А, давай. В следующий день по 300. Давайте рассмотрим Е63. Давай, эксперт по Е63. Включается в работу эксперт по Е63. Е63 лучшая машина на планете. Да, лучшая. Но, чё заметил? Если вы ищете Е63. Не, не, давайте мы возьмем 22-й год. 22-й год. Он для Е63 вообще переломный. Блин, ну машины в два раза. Прям цена в два раза стала. Это ладно. Ну я и говорил, я давно ванговал, что Е63 будет дорожать космическому... Он ванговал про бокстер. Кайман. Кайман. И про кайман. Кайман. И про бокстер. Кайман. Ну ладно, про кайман, про Е63. Про чё ещё? Не знаю. Всё. Е3244 теперь могу обманговать. А, теперь Е3244. Это будет стоить просто космос. Так самый прикол с Е63 знаешь какого? Тот же самый. Фиг купишь машину. То есть, если сейчас смотреть, реально мониторить, всё. Невозможно купить рестайловую машину. Просто Е63, я повторюсь, из года в год чё я говорю. Это новая классика. Ну да, это как Е24 и так далее. Понятно. Ну, в перспективе, это, короче, Porsche от BMW. Это Porsche от BMW. Даже если открыть багажник... Да, это почти Porsche. Ну, я имею в виду историю, как сказать, культурно. И вот Петролхецкий – это Porsche от BMW. Е63 очень сложная машина. Там пластиковые крылья, алюминиевое всё. Пластиковый багажник. Термопласт. Супер. Ну, реально инновационная тачка. Про неё есть целый документальный фильм на ютубе, поглядите. Супер тачка. То есть, если мы берём Е60, она крутая, базара нет. Но она такая, типа, конвейерная машина. Вот Е63 при этом ощущается картиной рукомастера. Кисть вела по стопе. А Е63 вела и дрожка. А Е63 такие, ай, да и купи ты так, пофиг. Так вот, про Е63 закончу мысль, что, ну, реально супер крутая тачка. Фиг купишь, по наворотам... Опять же, раньше все ходили, что говорили? Надо брать самую простую машину без электро, там, без гидро... Этих, как их? Без гидростабилизаторов, без вот этого всего. А сейчас? А сейчас? Вообще сейчас. О, любая! Берём. Сейчас едет, едет. О, давай, заворачивай две. Раньше с 39-ками. Надо взять без ваз, ну, и сейчас. Надо взять, чтобы заводилась. Любая, неважно. И я к чему? Вот, опять же, если про Поршовскую ту же самую тему, это всё привязывать. То есть, ну, это реально новый Порш. Реально будет дорожать. Всё вот это. И, опять же, рекламный видос в 914. Возвращаемся к первому выпуску. Листал, там, ну, искал, где за рекламой, туда-сюда. Есть телеграм-канал. Называется «Автолюбители Порш». Я вообще не знаю, что такое существует. И там. Там половина новостей. 911-й старый, 911-й. Ну, у нас владелец 911-х старых в России. Ну, человек 50, может быть. Суммарно всех. То есть, владельцы Маканов, Каенов, Панова. Реально, все-таки, блин, 911-й, да? Ну, я не понимаю. То есть, как они себя ассоциируют с Поршовской вот этой всей историей? Не знаю, но Порш же. Ну, Порш. Вага Порш. Вага Порш. Ну, ты это вообще к чему? Не знаю. Пора заканчивать. Ты к чему? Чё, всё? Это был Купцов гараж? Это был Купцов гараж. Гараж на Купцов, Купцов гаражный. А, блин, мы забыли сказать. Он Максим, я Денис. Мы не представились вначале. То есть, всё-то нормально. Нормально. Всё-то нормально. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы тут ничего не спрашивали. Нет, не пишите комментарии. Не пишите комментарии. Короче, до новых встреч. Новые выпуски могут быть. Возможно. Но это не точно. Если Макс приедет. Знаете, как Макс приезжает обычно в гараж? Да холодно. Да холодно, ладно. Знаете, как Макс обычно приезжает в гараж? Он приезжает. Так, приехал. Я поехал, пока. Мы поехали, пока. Мы поехали, пока.